Добрый день! Представляю вам мастер-класс по живописи и говорить мы будем сегодня о колорите. Что же такое колорит? Колорит это сочетание, взаимосвязь и объединение различных цветов и оттенков, которые использует художник при создании своей картины. Это одно из главных средств художественной выразительности и важнейшая составляющая художественного образа. В зависимости от используемых художников цветов, колорит может быть темным или светлым, а также теплым или холодным. Начинающие художники передают цвет предмета не таким каким его видит их глаз, а таким каким они его знают. Трава для них всегда зеленая, земля коричневая, небо голубое. И в силу стереотипности восприятия они не замечают изменения оттенков цвета и их взаимодействия. Они имитируют с натуры предметный цвет в упор. Здесь сказывается ложная уверенность, будто краски равноценны природным цветам. И весь секрет живописности состоит в том, чтобы как можно точнее подобрать цвет, максимально похожий на цвет предметов постановки. Такой художник по многу раз переписывает свою работу, без конца меняет красочную смесь, добавляет в ней то холодные, то теплые цвета, но никак не может добиться грамотного изображения. Природа располагает бесконечным разнообразием окраски предметов, так называемого предметного цвета. Но природа объединяет эти предметные цвета, изменяя их посредством общего освещения и игры рефлексов. На картине мы видим и цвет предмета и цвет освещения. Мы видим и цвет голубого платья и присутствие желтого рефлекса на нем. В едином предметном цвете должны быть соединены все причины изменений цвета в природе. При изображении цвета предмета нас будет касаться не действительный локальный, а видимый пространственный цвет. Видимый цвет может измениться до неузнаваемости по сравнению с действительным. Существенно важно научиться видеть эти изменения, которым подвергаются локальная окраска предмета в зависимости от условий освещения, окружения и пространства. Влияние цветов на плоскости и влияние цветов в пространстве не одинаковы. Отношения красок в природе и на картине не могут быть равными. Цветовые и тональные отношения, существующие в природе, нельзя перенести на картину буквально. Они нуждаются в переложении на средства изображения. Никакой увеличенный набор красок не разрешит противоречия между яркостью и насыщенностью красок природы и их подобием на картине. Художник должен видеть, что цвет предмета чрезвычайно изменен, что он всегда разный. Тут изменилось освещение, там играет роль цветовая перспектива, здесь рефлекс от неба, тут контраст. У предметов есть свои природные цвета, устойчивые цветовые признаки, по которым мы их узнаем и различаем. Да, предметный цвет существует, мы его лучше всего видим при дневном освещении, мы его узнаем, если освещение изменится. Но дословное перенесение на плоскость природных цветов приводит к невыносимым дисгармониям. Дилетант не видит, что в пространстве даже разноречивые цвета объединяются и переносит их на плоскость, не понимая, что на плоскости нет условий для их гармонизации. Природные цвета по яркости намного превышают нашу цветовую палитру, которая располагает художник. Сила самых мощных белил намного слабее, чем, предположим, белый лист, освещенный солнцем. О силе огня и говорить не приходится. То есть сила огня настолько высока, что ни одна краска в мире не сможет передать нам огонь на холсте. Предположим, если мы зажжем спичку и сравним ее огонь с самой яркой краской нашей палитры, то они будут очень сильно отличаться. Колоризм в узком смысле слова – это особое качество живописного произведения. И поэтому для создания колорита необходима живописная интерпретация цвета. То есть не простая комбинация открытых цветов, а система тонких отношений. Давайте сейчас с вами рассмотрим ряд работ, где явление общего колорита хорошо заметно. То есть все цветовые пятна натюрмортов объединены общим цветовым строем. А теперь давайте на примере вот этой работы рассмотрим отсутствие общего колорита. То есть мы видим хорошо написанные предметы. Есть объем, материальность, цвет, но нет общего колорита. То есть каждый цвет этого натюрморта написан отдельно, изолированно от других цветовых пятен. То есть красные гранаты написаны просто красным. Не наблюдается никакой взаимосвязи с голубым фоном. Белая драпировка, которая должна отражать все цвета рядом лежащие, так как белый цвет отражать лучше всего, написана самостоятельно. Рыжий кувшин также не связан ни с одним рядом лежащим цветовым пятном. Для более наглядного примера давайте сравним две работы, которые написаны одна с общим колоритом, а другая без общего колорита. Как видите, они значительно отличаются друг от друга. Работа справа выглядит более цветно, но профессиональный художник сразу увидит, что здесь предметы написаны отдельно от друг друга. Нет общего цветового строя. Все цвета разрознены, не подчиняются друг другу. Такая живопись является крайне непрофессиональной. Пример слева подчинен общему колориту, все цвета объединены, заметно общее освещение, влияние цветов друг на друга. И эта работа, естественно, более профессионально. Основу для узнавания и передачи в живописи предметного цвета при сохранении особенностей освещения, рефлексов и среды составляет закон отношений. Когда художник стремится непосредственно передать цвета один с другим, не видя их отношений, он не сможет достичь успеха в изображении натуры. Давайте посмотрим еще на один пример. Вы видите перед собой фотографию натюрморта и выполненный натюрморт. Вы видите, что фотография и исполненный натюрморт отличаются друг от друга по цвету, потому что фотография не собирает изображения в един колорит. Художник сознательно изменил цвет, не переписал его один в один с натуры. На фотографии мы видим, что зеленое яблоко не вписывается в общий колорит. Оно выглядит кислотным, чужим. Серый фон уходит в фиолетовый оттенок. Цвета контрастируют друг с другом и не завязываются в общий колорит. Художник сознательно изменил цвет. Яблоко на этюде выполнено более спокойным. Серый цвет фона тоже уходит в зеленоватость. Художник убрал фиолетовый оттенок фона. Весь этюд сгармонировался. Все цвета теперь подчинены друг другу и это более приятно для глаз. То есть мы можем сказать, что этот этюд написан в едином колорите. Этюд написан в системе отношений. То есть взяты отношения цветов друг с другом. Как же научиться вести работу отношениями? Тут возникает необходимость понимания важности цельности видения. Только при умении держать в поле зрения всю изображаемую постановку можно увидеть и передать ее цветовые отношения. Если не смотреть на постановку в целом, невозможно увидеть эти отношения. Необходим метод сравнение. В ходе работы при определении цветовых и тональных отношений не следует смотреть в упор на отдельные предметы, вне связи их с окружающими предметами. Необходимо постоянно сравнивать цвет одного предметом с цветом другого, сравнивать силу света одной поверхности с освещенностью другой и и таким образом определить цветовые и световые отношения. Чтобы правильно изображать натуру, нужно научиться смотреть на нее обобщающим взглядом. Только одновременное обозрение всей постановки позволяет правильно передать натуру, заметить цветовые и тональные отличия предметов на разных планах, правильно определить четкость контуров и количество деталей. Не фиксировать внимание на отдельных предметах и видеть всю натуру сразу, поможет распускание или прищуривание глаза, способность видеть не в фокусе, смотреть мимо, быстро и так далее. Профессиональное понятие цельное видение и постановка глаза означает одно и то же. Видеть цвета предметов в общей подчиненности друг другу, а не стараться копировать каждое цветовое пятно в отдельности. Если научиться правильно смотреть на постановку, не упираясь глазами в один предмет, а оценивая всю натуру в целом, то с этого времени вы начнете работать как художник-профессионал. Разумеется, цельному видению придется учиться не один год, но изучать живописное мастерство без цельного видения не профессиональный подход. Теперь давайте попробуем вместе написать вот этот натюрморт. Здесь мы поставим конкретные живописные задачи. В числе основных задач будем считать цветовые особенности натуры, характер изменения локального цвета предмета на пространственный с учетом освещения и окружения, теплохолодность в лепке объема. Итак, задача этого натюрморта сводится к следующему. Первое. Передать основные соотношения цветов, то есть отношения цветов предметов друг к другу и к фону. Второе. Передать в цвете светотень. Это значит, что надо разобраться в цвете освещенных участков натуры и выявить цветовые оттенки теней. Необходимо передать цветовой контраст цвета и тени. Третье. Передать общий колорит постановки. Чтобы достигнуть грамотных навыков живописи и приобрести некоторое мастерство, нужно сформировать систему работы над этюдом. Для этого надо четко определить начало и конец работы, выработать определенную последовательность. Рекомендуется работы над этюдом условно разделить на четыре этапа, которые связаны между собой и естественным образом перетекают один в другой, развивая и дополняя друг друга. Первый этап. Подготовительный рисунок под живопись. Второй этап. Первая прописка. Избавление от белого листа бумаги. Третий этап. Изучение деталей с максимальной характеристикой их форм и цветовых особенностей. И четвертый этап. Обобщение. Приведение этюда колористическому единству. Эти этапы, если им следовать, дадут возможность более сознательно вести этюд от начала до конца и помогут освободиться от множества ненужных переписок. Стоит также остерегаться слишком многокрасочной палитры, которой, как правило, прибегают малоопытные художники. Они полагают, что на палитре надо иметь не менее 20 красок. Но если художник внимательно рассмотрит и проанализирует цветовой строй натуры одновременно с фоном, то он убедится, что поставленную задачу можно решить живописно и цельно при помощи 6-7 красок. Прежде чем начать работу, желательно мысленно проанализировать постановку и решить, какие красочные смеси необходимо взять для этюда, увидеть в натуре холодные и теплые тона. Если мы посмотрим внимательно на нашу постановку, то мы увидим, что в основном здесь присутствуют два цвета – зеленый и красный. Следовательно, основными цветами на нашей палитре будут красный и зеленый. Мы можем также использовать еще несколько красок. Главное, чтобы их не было сильно много. Естественно, белила, охра, какие на ваш взгляд вам нужны. Свои первые живописные работы лучше начинать с постановок при естественном комнатном освещении, так как в таком случае лучше видны цветовые отношения. Первый этап – это рисунок натюрморта. Мы не будем останавливаться на этом моменте подробно, потому что тема нашего сегодняшнего мастер-класса – колорит в живописи. На первых порах рекомендуется закладывать цвет цвета предметов без теней, так как цвет предметов мы называем в свету. Это лучше поможет найти общие цветовые и тональные отношения между основными большими объектами в натюрморте. Собственно, на точности отношений больших масс держится весь последующий цветовой строй изображения. Если большие цветовые отношения ошибочны, то последующая разработка деталей приведет к утрате целого в колористическом облике постановки. Если большие массы решены ошибочно, никакая дальнейшая светотеневая проработка и никакие рефлексы не приведут к грамотному изображению. При дневном рассеянном свете комнаты цвета предметов окрасятся в холодный оттенок, а тени в теплый. Вы должны увидеть и суметь передать в своем этюде изменения локального цвета. Должны найти тонкие цветовые, тональные различия и различия по насыщенности. Сделать это можно только путем сравнения одного цветового пятна с другим. Без сравнительного анализа правильное выполнение этого задания невозможно. Должен быть решен общий колорит работы, соблюдена тепло-холодность. Верная передача отношений приводит живописное изображение как бы к одному знаменателю, единому тоновому и цветовому масштабу. Пропорциональное равенство отношений позволяет создать ощущение жизненной правды в живописном изображении. В противном случае живопись не будет производить цельного гармоничного впечатления. Гармония цветового строя – это главным образом следствие пропорциональности между натурой и изображением. Работа с натурой и методом отношений начинается с определения в натуре наиболее ярких, интенсивных цветовых пятен. Это не позволит залезть в белесость и колоритный будет более насыщенный и густой. Сначала довольно трудно взять точно цвет предмета, так как он не может быть выявлен до тех пор, пока не будут прописаны цвета соседних предметов. Надо иметь в виду, что краска, положенная на белую бумагу, изменит свое звучание при соприкосновении с другими красками. Если исправить цвет в одной части этюда, то изменятся и соседние с ней части. Из этой ситуации следует одно важное правило, которому необходимо всегда следовать – нельзя вносить исправление, пока есть непрописанные участки. Поэтому приступать к третьему этапу работы над этюдом нельзя до тех пор, пока есть участки белой бумаги. Тут хотелось бы еще отметить, что, когда мы закладываем основные цвета установки, мы должны класть мазки не посредине белого холста белой бумаги, а рядом с уже прописанными цветами, чтобы взять цвет более точный. Как мы уже говорили, все предметы внешнего мира существуют не раздельно, а во взаимосвязи. Основное объединяющее влияние производит на все предметы цвет освещения. Цвет лучей источника света всегда оказывает свое влияние на цветовую характеристику всех объектов. Он как бы входит в составную часть во все краски природы, внедряясь в них. Рефлекс от неба придает теням холодноватый оттенок. Теплый солнечный свет объединяет освещенные поверхности. Вечернее искусственное освещение обычно придает всему общий желто-оранжевый оттенок. Если присмотреться летом к лужайке, можно увидеть массу оттенков зеленого цвета. Небо на первый взгляд кажется голубым, но сравнив небо у горизонта над головой, легко убедиться, что оно по цвету разное. И художник-профессионал никогда не пишет траву одной зеленой краской или голубое небо одной голубой. Он подбирает цветовые смеси для каждого участка поверхности. Но как бы ни были разнообразны по цвету и зелень, и небо, например, при вечернем освещении в их цветовой состав вливаются одни и те же теплые оттенки солнечного света. И эти объединяющие оттенки необходимо ввести в живопись, показав тем самым, каким источником света освещалась натура. Красный и зеленый в нашей постановке тогда будут согласованы, когда в них войдет цветовой оттенок прямого и отраженного светового потока. Цвет, не подчиненный общей тональности колорита, кажется чужим, случайным и разрушает цветовую целостность. А без колористического единства картина распадается на отдельные живописные куски, возможные и удачные, но существующие сами по себе. Помимо того, что в нашем натюрмор заложили все цветовые пятна относительно друг друга, можно добиться колористического единства чисто механическим путем. Во все краски, к которым мы будем работать, введем одну и ту же краску, например, голубую, которая является цветом освещения. Когда белых мест не осталось, необходимо сравнить заложенные цвета с натурой. Возможно, придется усилить или ослабить цвета отдельных предметов для правильной передачи отношений всех частей тюда. Тут еще раз стоит напомнить, что мы закладывали цвет света предметов. Наметив все основные тонально-цветовые отношения, можно переходить к моделировке форм. Мы с вами знаем, что круглые предметы делятся на свет и тень. Свет, в свою очередь, делится на сам свет и блик. Тень делится на собственную тень, рефлекс и падающую тень. Самое напряженное место находится на стыке света и тени. Мы это место называем перелом. В живописи освещенных мест всегда должен чувствоваться тот или иной цвет, цветовой оттенок, а не белильность. Здесь стоит сказать о ложном представлении, которое существует в академическом преподавании уже много лет. Оно звучит так. При изображении предмета и его объема надо иметь в виду, что на натуру, на освещенную часть идет серебристый свет, затем теплая тень и в ней горячий рефлекс. Это представление ошибочно и не соответствует природе. Убеждение, что свет серебристый, влечет за собой представление, что освещенные части предметов менее окрашены, белесые. Но мы знаем, что можем видеть цвет только если есть свет. Чем больше света попадает на предмет, тем он цветнее, а не только светлее. Та часть предмета, которая получает больше света, имеет больше цвета. И чем меньше света, тем меньше цвета. В тени цвета нет. Неживописный подход – это когда в работах чем больше света, тем светлее и только. Давайте сравним два этих этюда. На первом – все света разбелены. На втором – цвет предмета назван в свету. Цвета надо не выбелять, а выцветлять. Между светом и тенью существует еще промежуточный участок, называется полутон. Однако от полутона я предлагаю здесь совсем избавиться, как это делал Сарьян, что придавало его работам живописную крепость. Итак, все освещенные части предметов у нас уже прописаны. Теперь можно приступать к темным частям. Прописывая тени, необходимо все время помнить, что цвет предмета гуще всего там, где на него падает больше света, а тени уже как бы потеряли цвет и приобрели темноту, глубину тона. И все надо держать в одновременном сравнении. Как мы уже говорили, контраст света и тени наиболее четко заметен на переломе формы, на повороте ее поверхностей. Тени нельзя описать тем же цветом, что и освещенные места, а тем более делать их темнее путем добавления черной краски. Цвет натуры в тени подчинен сложным законам теплохолодности. Если цвета холодные, то тени теплые и наоборот. Нельзя писать в тень в виде глухого однообразного темного пятна. Передать общий колорит также помогают рефлексы. Рефлекс в живописи демонстрирует связь предметов между собой и их влияние друг на друга, что придает работе целостность. Именно рефлекс дополняет работу художника. Латинское слово «рефлехус» означает «отражение». В живописи этим термином обозначается отраженный свет с теневой стороны от находящихся рядом предметов. Это может быть отражение трапировки, стены, стола, а также любых других объектов, соседствующих на полотне. Чтобы наглядно понять, как это выглядит, давайте рассмотрим несколько этюдов. Главное правило, которое нужно запомнить – рефлекс изменяет локальный цвет предмета, передавая ему оттенок рядом стоящего предмета или фона. Еще один важный момент – если окружающие предметы имеют теплые тона, то и рефлекс нужно рисовать теплым. Если объекты имеют холодные тона, отраженный свет на вашем предмете тоже будет холодным. Вот такая закономерность. Однако, надо не забывать, что рефлекс принадлежит тени, и поэтому, каким бы светлым он ни был, он всегда будет темнее освещенной стороны объекта. Проработав большие отношения, можно обратиться к деталям, определить их роль, мест и их взаимосвязь в целом. Завершить этюд непросто, и сделать это нужно вовремя. Часто начинающие художники не умеют согласовать начало работы с ее окончанием. Работая над деталями, они все дальше и дальше уходят от первоначального замысла. Чтобы не запутаться окончательно, рекомендуется не переписывать больше освещенные места, чтобы не нарушить взятые отношения. Иначе может появиться дробность, запутанность цветовых отношений. Необходимо все время держаться первоначального замысла. В процессе работы нужно постоянно помнить о целостности больших масс, их отношении в тоне и цвете. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После проработки деталей надо привести живопись к цельности, обобщить. Объединить цветом или тенью мелкие подробности. Усилить или успокоить слишком яркие пятна цвета. Уточнить влияние освещенности, воздушной среды. Как уже не раз говорилось, необходимо все цвета воспринимать одновременно. Видеть натуру цельно. Видеть натуру цельно, это значит каждое место воспринимать в окружении, а не упираться глазом в ту точку, которую пишешь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok наш мастер-класс закончен спасибо за внимание